Ты после этого релиза планируешь оставаться здесь и починить? Вот. Нет. А ты просто здесь. Я еду в Барсу писать вторую бандану после этого релиза. Базара нет. Так что... Короче, на планах. Да, да. У белых есть работа, которую никто за нас не сделает, шарик. Ну, уже хочется, если честно, в Барселону. А Барсу тоже надолго планируешь? Ну, писать. Альбом, типа, знаешь, ну... У нас уже точно есть мясо на Бандану 2. Ну, прям, у нас точно есть. Железное мясо. Ну, знаешь, хочется как-то отразить вот 24-й год. Ага. Как я и Олег себя чувствуем в 24-м году. И в этом плане вот наш релиз с Мирчей мне очень нравится, потому что это происходит вот здесь и сейчас, знаешь. Мирчей приехал и, типа, вот как мы себя сейчас ощущаем, мы это все даем. И даем максимально, знаешь, типа, без единой мысли. Типа, знаешь, вот что, вайп, то вайп. Мы проснулись, и если нам вайп вот так сделать, мы сделаем так. То есть мы подошли к этому релизу, наверное, не задумываясь о том, что нам надо сделать такой трек, такой трек, такой. А, типа, каждый день как будто дарил какую-то демку, знаешь, типа, абсолютно рандомную. Пазар. И в итоге мы просто собрали все, что нам понравилось. И оно все в итоге работает, знаешь, друг с другом. У Мирчей это легче с A-language. Ну, потому что там много артистов. И, типа, в целом там как будто есть пас на то, чтобы делать треки в разных стилях. То у меня всегда был поинт о том, что, например, я пишу там бандану, да? И мы должны keep it west cold, keep it 200 bpm clubbanger. Я не могу там пойти в какой-то другой тайбит, в другую какую-то ритмику пойти. Вот. Когда там я писал в барску, это было что-то лиричное все больше. И там какой-то, ну, свои определенные рамки. То есть автотюн, например, я не мог туда засунуть. Назад. Вот. Тут у нас есть полный пас вообще на все. На все. Вообще карт-бланш просто, короче, вообще.